Прием жителей Белгороднестровского района 5 февраля провел заместитель главы Одесского областного совета Петр Хлицов. Перед началом встречи представитель областной власти обсудил с районным руководством вопрос дальнейшей судьбы Белгороднестровского торгово-промышленного порта. Чиновники сошлись в едином мнении, предприятие нужно возрождать, не допустить потерю 850 рабочих мест. Сейчас, несмотря на низкую конкурентоспособность, Белгороднестровский порт, лидер в Украине по перевозке леса. Однако, неразвитым остается, например, зерновое направление. Руководство морской отрасли обратит на это внимание, потому что порт нельзя терять. А вопрос стоит о том, что можно потерять просто этот порт. Ольга Шипельская, председатель Петровского сельского совета, обратилась к Петру Владимировичу с вопросом, волнующим жителей всего района. Дороги. Когда же их отремонтируют? Петр Хлыцов обнадеживать не стал, но взять на контроль проблему пообещал. Сейчас формируется перечень дорог, которые попадают. Я могу просто взять на контроль, попал ли он или нет. Но, конечно, желательно в письменном виде просто. Когда оно будет зафиксировано и когда можно четко дать ответ. В любом случае, ориентировочно, что будет в этом году или не будет. Хотя это, я знаю, всегда вопрос, он у всех стоит в дороге. Ну, самый наболевший такой. Самый наболевший вопрос. Мы сейчас поднимаем вопрос хотя бы приведения обочин в порядку, расчистка полотна автомобильного. Вот этот вопрос можно поднимать, потому что говорят, нет денег, но хотя бы очистить, расчистить, обрезать деревья, чтобы видимость была хорошая, спланировать обочину. Это вот мы сейчас ставим вопрос, который можно решить в силу мира и автодора. Валентина Орлова, председатель райсовета, рассказала о проекте под названием «Отцовский дом Покров». Если все задуманное удастся воплотить, в селе Петровка будет оборудовано помещение для постоянного пребывания 28 стариков, аналог дома престарелых. В 2013 году началась реализация проекта. Из районного бюджета выделено 100 тысяч гривен. Для завершения необходимо еще более 200 тысяч. Сумма немалая, однако, по словам Петра Хлыцова, по одной из областных программ удастся получить средства. Мы сейчас будем принимать программу социально-экономического развития. Там есть она до 2025 года, ну, понятно, это далекое будущее. А там есть на три года. Вот, может быть, в нее вбить обязательно. Это хорошее, значимое действительно проект для области. От имени пенсионеров и ветеранов района взял слово председатель районного совета ветеранов Украины. В районе проживает более 12 тысяч людей преклонного возраста. Многие из них страдают от глазных болезней. Некоторые старики благодаря государственной помощи уже прошли лечение, но таких единицы. Что же делать остальным? Павел Иванович Лостовецкий поинтересовался, есть ли возможность выделить областные средства для оказания помощи заслуженным ветеранам войны и другим, нуждающимся в срочном медицинском вмешательстве. Может ли областной совет оказывать такую помощь, если мы соберем? Ну, я не говорю о многом, но хотя бы несколько таких пакет документов для уважаемых людей я направлю в ваш адрес, чтобы вы оказали помощь. До 2,5 тысяч мы можем оказать 2,5 тысяч денег. Там есть программа целый открылся. То есть это реально, действительно. Выездные приемы – хорошая практика взаимодействия власти с рядовыми жителями сел и городов. На таких встречах часто выявляются проблемы, которые до этого не были известны руководителям области. Петр Хлыцов упомянул проект «Народный бюджет» и сообщил, что его идеи не будут забыты. В частности, сходы территориальных громад продолжатся. Люди, как и прежде, будут иметь возможность высказывать свое мнение, критику и пожелания.